А теперь обо всем по порядку. В Есильском районе дан старт уборочной кампании. 12 августа там прошел традиционный праздник поля. Аграрии смогли обсудить вопрос организации предстоящих осеннеполевых работ и поделились опытом. На полях побывала наша съемочная группа. Праздник поля своего рода старт уборочной кампании. К этому времени все должно быть готово к работе. В первую очередь техника. Сегодня аграриям демонстрируют лучшие модели. Это североказахстанский комбайн Сампа Азия. 260 лошадиных сил, минимальный расход ГСМ, комфортабельная кабина. В компании Кантемир Агро таких машин две. Появились в прошлом году. Теперь их рекомендуют использовать и другим сельхозформированием. Под силу Сампа убирать хлеб даже из-под снега при высокой влажности. Он попроще в эксплуатации, чем эти джундиры и классы, допустим, да? Или какие-нибудь другие виды комбайнов. Ну и я считаю, что то, что завод находится непосредственно у нас в Петропавловске, это решает многие вопросы по сервисному обслуживанию комбайна. А это Туман-2. Распылитель самарского производства в районе единственный. Компания Кантемир Агро приобрела его в начале августа. Говорят, такое удобнее всего использовать для обработки масличных. И дело не только в высоте. Агрегаты отмечают аграрии. С запчастями проблем точно не будет. Кроме того, он полностью автоматизирован. 28-метровые крылья раскладываются сами. В Есельском районе все комбайны и жадки уже готовы к уборке. Дизельным топливом производители обеспечены на 70%, бензином – на все 100%. А теперь по автобусам. В программе у агрария в большая экскурсия. Есельский зернокормовой испытательный участок существует с 1937 года. За это время через него прошли все виды районированных сортов. Сейчас здесь выращивают 12 видов различных сельскохозяйственных культур. Только пшениц 58, 16 из них – новинки. Есельские аграрии в основном предпочтение отдают нескольким сортам пшеницы. Пять элитно-семеноводческих хозяйств и в основном среди пшениц – это Омская 36, Астана, поскольку Омская 36, она чуть с большей урожайностью, но чуть слабее клейковина. Астана и Астана 2 – вот это наиболее распространенные среди мягких сортов яровой пшеницы. Это вот три сорта. Два казахстанских и один омский. Среди твердых сортов – это вот дамсинская и янтарная, ну и омские сорта также. Уже два года подряд товарищество с ограниченной ответственностью Поляковская бьет рекорды по урожайности. Здесь собирают свыше 30 центнеров с гектара, а сеют как раз омскую 36-ю. Общая площадь хозяйства – 3,5 тысячи гектаров. К уборке в этом году аграрии с 20-летним опытом работы готовы. К свалу ячменя уже приступили, ждут, когда пшеница подойдет. Не менее трех тонн хлеба в круговую мы возьмем. Весь спектр защиты растений применили. Благодаря политике нашего государства субсидированный аммофос вносим ежегодно на эту небольшую площадь 50-60 килограммов предпосевной обработкой мы вносим аммофос. Благодаря этому можно уйти полностью от паров, значит, получать 2-2,5 тонны хлеба без паров. Уже три года выращивают здесь и морковь, участок 10 гектаров. На посадке работает всего один механизатор. В поливе используют машины итальянского производства. Вот какие плоды выросли уже этим летом. Урожайность получается у нас были в те годы 50-55 тонн. В этом году ожидаем под 60 тонн. Разбыт по Казахстану и в следующем году даже была на Урал. Обеспечение топливом, подготовка техники хлебоприемных предприятий. Предстоящие хлопоты аграрии района детально обсуждают уже на совещании. Говорят о безопасности, когда лучше приступить к уборке урожая, делятся опытом прошлых лет. В текущем году району предстоит убрать всех с хозяйственной культуры на площади 286 и 6 тысяч гектаров. В том числе зерновые 204 тысяч гектаров, что на 15 тысяч гектаров больше прошлого года. Из них пшеницы 170 тысяч гектаров, что на 15 и 6 тысяч гектаров больше также прошлого года. Масляничьих 41 и 6 тысяч гектаров, что на 1000 гектаров больше уровня 2015 года. Уборочная площадь кормовых культур составляет 38 тысяч гектаров. Всего в районе около 300 агроформирований. Каждая нуждается в квалифицированных кадрах. Поэтому сегодня руководители трех из них и директор сельскохозяйственного колледжа имени Жалела Кизатова подписали меморандум о сотрудничестве. Уже в этом году рабочие предприятия Агрохимснаб, Пушкинская и Прометей Агро пройдут здесь профессиональную подготовку. Александра Салмина, Желдусбек Ермуканов. Новости МТРК.